Добрый вечер дорогие друзья, на самом деле друзья, потому что даже больше чем ожидали мы с Вадимом Юрьевичем увидеть знакомых лиц, однако симптоматика хорошая, спасибо что пришли, еще звонят говорят, еще подойдут. Мы в своем формате тут сегодня будем меняться, как всегда, но мы все время экспериментируем, обычно Николай начинает, я продолжаю, нынче решили попробовать наоборот, мы сейчас поем сначала одну совместную песню, потом я начну, а он продолжил. Мы по небу, днем и ночью, а такая вот работа. Пусть ей плачет, но завидует нам тот, кто не летает, потому что мы летаем на красивых самолетах, потому что некрасивых самолетов не бывает. Пелоснежный или серебристый лайнер, это что-то. Пелоснежный или серебристый лайнер, это что-то. Поверьте, красоту нельзя отнять у самолёта, даже если цвет зелёного горошка разукрасить. И не важно, Тупаль, Боинг или Аэрбаз 300-й, Посмотрите, как он рулит по природу, как взлетает, И поймёте, не бывает некрасивых самолётов, потому что некрасивых самолётов не бывает. Потому что не бывает некрасивых самолётов, Потому что некрасивых самолётов не бывает. Не бывает некрасивых самолётов, Я потрогаю себе. Потому что некрасивых самолётов не бывает. Не бывает некрасивых самолётов не бывает. Не бывает некрасивых самолётов не бывает. Вадим Захаров! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я прошу прощения, мы за свою ошибку, мы с Николаем просто... У нас это эксперименты, мы же не репетируем, У нас живём, мы работаем в разных местах, И непосредственно перед выступлением уже Тиражки получаются с пылу, с жару, Ну иногда первый блин комал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну дальше, значит, по нашему плану я открываю, Продолжаю продолжать нашу передачу. Потом он меня сменит, и так мы будем менять друг друга. Чтобы не надоедать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Позавчера исполнилось 50 лет Моему хорошему товарищу Павлу Сверглову, Который работает авиационным техником в аэропорту Пуково. И на самом деле это очень удивительный человек, Человек, для которого нет нерешаемых вопросов, Который, ну вот может, он что захотел, то он сделает. Мы с ним давно очень хорошо знакомы. И я с удовольствием хочу показать вам эту песню, Которую я написал к его юбилею. На 28 правую нам разрешен заход, Нас вновь встречает Пуково, родной аэропорт. А Павел Романович техник наш в кабине задремал, Дневную смену отпахал и с нами ночью летал. Зовут все грустным осликом, шутя наш самолет, И он порой капризные сюрпризы выдает. Но Паша техник за простят найдет причина в чем, И быстро сможет сделать так, чтоб стало все путем. Паша, Паша, клубицу дым, Экипажу спокойно с ним. Паша рядом, и в добрый час, и в порядке, Всегда матчасть. Влюблен он в авиацию, как в девушку-пацан, На Яке в 18-м летать умеет сам. И все за что б не взялся, он исполнит по уму В гостинице и в Пуково, на Кубе и в Крыму. Паша, Паша, клубица дым, Всем, кто рядом, спокойно с ним. Паша рядом, и в добрый час, и все в порядке, Всегда у нас. Заролим на стоянку мы, сдадим наш самолет, И повезет домой его УАЗик Патриот. Там ждут жена любимая и дымка верный код. На 28-м правую нам разрешен заход. Годы птицы летят, летят, Недавно было 30, а вот уж 50. Годы мчатся, но это ничего, Ведь если разобраться, то 50 всего. А Паша пашет, клубица дым, Экипажем спокойно с ним. Паша рядом, и в добрый час, и в порядке, Всегда матчасть. Поздравление Следующая песня как раз была в первый раз исполнена на концерте в Санкт-Петербурге, который Паша же организовал год назад. Санкт-Петербург Много Но я тогда рискую повториться. Я обычно перед этой песней рассказываю этот анекдот о том, как молодой второй пилот пришел в отряд и его закрепили за старым опытным командиром. Вот он год-два-три с ним летает и перед каждым взлетом командир достает из кармона книжечку открывает, прочитал, спрятал, взлетели. Перед посадкой опять достал, открыл, прочитал, сели. Ну, второй спрашивает, Иваныч, у тебя что там за книжкой-то? Он говорит, да, это моя памятка, я потом, когда на пенсию уходить буду, я тебя дам. Ну, так они вот поработали, несколько лет приходит время, командир уходит на пенсию. Ну, и второй подходит, говорит, Иваныч, ты мне обещал там своих дочек? Ну, да, пожалуйста, нет вопросов, вот она мне всю жизнь служила, верой и правдой, но тебе может пригодиться тоже. Второй пилот, выписано на себя вверх, от себя вниз. Это просто объяснение первой строчки песни. Летчик должен летать, тут все просто и ясно. На себя, значит, вверх, от себя, значит, вниз. Летчик должен летать, и притом безопасно, и это вовсе не бураж, и ничей докопрыть. Сварщик должен варить, кто-то должен шить тапки. Если вор сваривал, сыщик должен искать, лекарь должен лечить, бизнесмен делать бабки. Техник должен технить, а лётчик должен летать. Ни копать, ни стрелять, ни размазывать маслом. По холсту, как Рембрандт, чтоб шедевр написать, Лётчик должен летать в ясный день, где в ненастный. И ещё по ночам, когда хочется спать. Кто-то должен мешки вдохновенно ворочать, Кто-то словом надела, его вдохновлять. А лётчик должен летать, потому что он лётчик. Вот если б счётчиком был, должен был бы и считать. Я, быть может, не прав, я могу ошибаться. И, возможно, меня кто-нибудь упрекнёт. Каждый делом своим, должен, мол, заниматься. А лётчик должен летать, пусть Киркуров поёт. Каждый должен пахать, по возможности классно. И тогда будет всё, и у всех зашипись. А лётчик должен летать, тут всё просто и ясно. На себя, значит, вверх, от себя, значит, вниз. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот эта песня, просто хочу заметить, что она нередко в интернете появляется. Там написано, когда летишь на восток. Это в словах, в этом словах ясно слышно. Когда летишь на восток. Потому что на восток можно лететь вечером, и тогда спать и не хочется. А вот когда на восток ходишь, особенно на посадку заходишь, у меня было, я на Глиссаде успевал потрясно увидеть. Когда летишь на восток, ужасно хочется спать. И город Владивосток я не люблю посещать. Я не люблю по три дня в плохой гостинице жить, где пить, конечно, нельзя, но невозможно не пить. Когда летишь на закат, то спать не хочешь совсем. Люблю летать в Ленинград, в Москву летать любят все. Про Сочи что говорить? Тут все понятно и так. Там можно даже не пить. И все равно красота. Когда летишь хоть куда, короче, путь по прямой. И больше всех я всегда люблю дорогу домой. Люблю войти не стучать, И не спугнув тишины, Смотреть, как тихо запят. Возьми, мои пацаны. Спасибо. У меня был 16 марта здесь, в новом зале Малов. Сольный концерт, и там программа была лирическая. Ну и после этого в интернете написали ребятам, конечно, все хорошо, но побольше бы авиации. Я пообещал, что в этом концерт-авиация будет по максимуму. Подрастают у меня сыновья. Чем-то в жизни предстоит заниматься им. И хочу им посоветовать я. Не ходите, пацаны, в авиацию. Нынче летчики, увы, не в цене. А работа не из легких и строгая. И поэтому не хочется мне, Чтобы вы пошли отцовской дорогою. А небо, только раз окунись в небо, И попал на всю жизнь в небо. Ни любя, ни скорбя, не отпустит тебя. Это кайф в своих руках ощутить, Как послушна тебе мощь многотонная. Но приходится за это платить Липким потом и ночами бессонными, И оребра часовых поясов. Биоритмы сбиты напрочь давным-давно, И в кабине по пятнадцать часов, И здоровье на болячке разменяно. Но небо, только раз окунись в небо, И попал на всю жизнь в небо. Не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Есть красивое, но кроме того, Перегрузки, стрессы и радиация. Не ударьтесь о крыло головой, Не ходите, пацаны, в авиацию. На земле профессии не сосчитать. Подбирай себе бытие беззаботное, Я бы сам, когда все снова начать, То, наверное, пошел снова в летное. Ведь небо, только раз окунись в небо, И попал на всю жизнь в небо. Не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Небо, только раз окунись в небо, И попал на всю жизнь в небо. Не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Спасибо. Когда вот эта песня болит, Надо понимать, что это было там, Когда-то, без объяснений, Скажем, нулячики зажрались. Что и платят мало, и работа тяжелая. Народ тяжелая, это так, А платят мало, это такое время было, Когда получали летчики, Как водители троллеров, Это, наверное, даже меньше, Поэтому эта песня стиху именно. Здравствуй, друг ты мой потертый, Ту-154-й, нашей встречи рад, Я, как всегда. Как здоровье, состояние, По полетному заданию, Нам сегодня рейс на Краснодар. Как здоровье, состояние, По полетному заданию, Нам с тобой сегодня рейс на Краснодар. Обойду неторопливо, Осмотрю несуетливо, Фюзеляж, и крылья, и шасси, Все в порядке, все здоровые, И хоть ты, как я, не новый, Но готов лететь и полон сил. Все в порядке, все здоровые, И хоть ты, как я, не новый, Но готов лететь, готов и полон сил. Мы с тобой во многом схожи, Да и судьбы наши тоже, Облака, приборы, привода. С одного того же года, Я со в луге, ты с завода, Помнишь, как блестели мы тогда? С одного с тобой мы года, Я со в луге, ты с завода, Помнишь, как блестело все у нас тогда? Мы немало полетали, И немного подустали, И тот лоск уже не возродить. И как жаль, какое гадство, Что года мое богатство Не продать нельзя, не раздавить. И как жаль, какое гадство, Что года мое богатство Не продать его нельзя, не раздавить. Рано на покой стремиться, Порох есть, как говорится, Но за половый уже не тот И красотку-проводницу Ту, что в дочке мне годится Отвезет домой второй пилот И красотку-проводницу Ту, что в дочке мне годится Отвезет домой второй пилот А мы сейчас с тобой взовьемся И сквозь облачность пробьемся И ударит солнце свет в стекло И как в первый раз Когда-то вновь поймем Судьбой крылатой Нам с тобой в жизни повезло И как в первый раз Когда-то вновь поймем Судьбой крылатой Нам с тобой в жизни повезло Аплодисменты 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 Забараклил мотор, который до сих пор Не подводил меня ни разу Который не хандрил, тянул, что было сил И вывозил из рыбы разных Который не хандрил, тянул, что было сил И вывозил из рыбы разных Забараклил мотор, и слышу я укор Что не жалел его порою Что слишком жал на газ Я без нужды не раз Что не дружил я с головой Эй, а дорога далека То легка, то нелегка Слух ласкает железь шин Эй, ты тяни, тяни, браток Нам с тобой пока не сырок Рано насливает бензин Забараклил мотор Неужто приговор Я не готов к нему Ей, Богу Я так люблю спешить И полной грудью жить Я так люблю мою дорогу Я так люблю спешить И полной грудью жить Я так люблю мою дорогу Субтитры подогнал «Симон» 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 Мы гвардия летающая стоян Субтитры подогнал «Симон» 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 Нам не сорваться «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Там авиация в фаворе И кто главней у них не спорят Верблюды или аэроплан Не спорят там, о мусульман Мы им открутим пилотаж Сорвем восторг, аплодисменты Ведь помнят страны, континенты Все знают в небе почерк наш Наш, Russian, Crazy, пилотаж Мы небом одержимы, и это не на час На жизнь, коль заниматься летным делом Предельные режимы не так тревожат нас Как то, что на земле все за пределом Там на земле давно все за пределом Дай Бог нам снова над Москвой Пройти и дать салют победы На нас из небес посмотрят деды И вспомнят свой последний бой Под замерзающей Москвой И дай Господь сберечь орлят Чтоб не пришлось с нуля сначала Крыть кожеду покрышки чкалов На помощь к нам не прилетят Но там на небе не простят Мы небом одержимы, и это не на час На жизнь, коль заниматься летным делом Предельные режимы не так тревожат нас Как то, что на земле все за пределом Там на земле давно все за пределом Мы небом одержимы, и это не на час На жизнь, коль заниматься летным делом Предельные режимы не так тревожат нас Как то, что на земле все за пределом Там на земле давно все за пределом Так жаль, что на земле все за пределом Там на земле Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Здесь я не ожидал многих увидеть, двух генералов, замечательных герой России и есть, два летчика-испытателя и, в общем, даже с Дальнего Востока там другой год поднимает. Кстати, Михаил Степанович, этот человек, у него пять орденов боевых, песню, которую я сейчас спою, я ее писал в двух местах, в метро под землей у него дома. Годы птицы улетают, по земле меня болтает, а точнее выше, над землей. Не до жиру быть бы живо столько лет на всех режимах, в небе выживем одной семьей. По ущельям и вершинам, с винтокрылою машиной, пишем то ли сказку, то ли были. Вместе с ним по небу ходим, мы друг друга не подводим, и спасибо вам, товарищ Миль. Выручало, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратило нас в удиль. Так что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Так что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом, возвращались, а потом на матушке земле. Экипажем водку пили за машину и за Миля, мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь, или как ковер на вертолет. Только чаще в этой сказке, как усталая совраска, из последних сил, но все их спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями, днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Ей поклонятся солдаты, те, кто вышел в медсанбатах Нет для них теперь ее родней И гражданские пилоты за совместную работу Тоже снимут шляпу перед ней Возят даже президентов и на разных континентах В небе, словно рыбкой в воде Пусть не в меде и не в глянце Уважают иностранцы, знают то, что выручит везде Над полями и лесами ледяными полюсами Кружит, поднимая снег и пыль Та, что в небе, а ты, бах, ты та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль Та, что в небе, а ты, бах, ты та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль Михаил Леонтич Миль Сергей Владимирович Только что звонил еще один герой России Евгений Федотов Просил большой привет передать У меня шеф, ну я имею ввиду свое телевидение Здесь на НТВ Вернулся вчера из командировки Мы там все метаемся Я должен был улететь в итоге полетел он В такое замечательное место, как земля Франции Иосифа Дальше там Борь шел на Борнео Но они с задержкой пришли Я сразу как-то вспомнил вот эту песню Ну многие ее знают Написанная примерно про этих же обстоятельств Ура, нам борт прижат к земле Неделю снежная стена И полоса заметена А мы мечтаем о тепле И летный домик, как котель Куда дорога завела Его по крышу замела Хозяйка здешняя метель Здесь бесполезно уповать На наш авось да риск и страх И мы в компесах и унтах Неделю вынуждены спать Здесь остается только ждать В Боране малого окна Не добралась я сюда весна Да здесь и летом лишь плюс пять На пеплу некуда упасть В седьмые сутки преферанс И у меня на мизер шанс Две малки вприкуют это в масть Когда с погодой так везло Как нынче в картах мне везет Но за окном опять метет И вьюга воет как назло К большой земле прямой маршрут Наш штурман десять раз нанес Метеорологи всерьез Нам обещаниями врут Мы бережем сухой паилкой Как бы нам Монзы не вскрыть Не в масть погода нечем крыть И бесконечно дом далек А ждать всегда нелегкий крест И открывает экипаж Воспоминания всех багаж Он может скрасить наш арест Мы под арестом у пурги И загрустил бортинженер К нему бы к молодой жене Да и другим здесь не с руки И спирта в кружки Всем нальет Под третий тост седой борт тех И выпьем молча мы за тех Кого не крайним был полет Ураном борт прижат к земле Неделю снежная стена И полоса заметена А мы мечтаем о тепле Я уже тут начал перечислять всякие праздники Тут упомянув телевидение Вспомнил что Буквально тут на днях Вот у нас в Беларуси Я все таки в Минске живу Работаю и тут и там Там по сроку больше В телекомпании воен-тв У нас даже приказом министра обороны Белорусского учрежден день военного телевидения Буквально послезавтра будет 20 лет телекомпании воен-тв По этому поводу планируется Во дворце республики Большая Пьянк Торжественное собрание С приглашением больших лиц Шеф меня уговорил Просто он говорит Нужно сделать песню Нам нужен клип Ну у меня была песня Я даже не апгрейт сделал Я полностью пересочинил Под это дело И подумал Ну а что я не могу Про работу что ли спеть Тем более Мне нужно С самим собой проэкспериментировать Потому что Четыре дня назад Мы снимали клип на эту песню Я жене сказал Что я ухожу Ну на 9 мне в студию Вернусь я где-нибудь К часу дня В итоге я вернулся В 9 вечера И все это время Я просидел Примерно на таком стуле В студии На правом полупопе Ну в смысле Вот на этом месте Там все двигалось И я раз 150 спел Вот они теперь сомневаются Смогу ли я еще раз спеть Думаю там меня где-то видят Много текста Ну да Ну это про работу Мы вместе словно гарнизон Перо, блокнот и микрофон Видеокамера с собой в арсенале Когда идем в эфир прямой То как на фронте словно в бой В своих атаках Мы не раз высотки брали Пусть нынче модно рассказать О тех, кто смог от жизни взять А мы о тех, кто взял Берлин победным маям Кто под огнем в атаку встал И жизнь за родину отдал А мыльных опер Извините, не снимаем Пусть отдыхает Голливуд Им подавай гламур уют А нам мороз резной в окопе Это в норме Под крохотанка, пуш и гром В атаку с камерой идем На поле боя Телевидение в форме Под крохотанка, пуш и гром В атаку с камерой идем На поле боя Телевидение в форме У старых руках не другит объектив У нас военный креатив Мы далеки от слезно-мыльных сериалов Всегда пойти готовы в бой И зал под небом полевой Для нас роднее всех гламурных кинозалов Пусть фестивали для других Дорожки красные для них А нам привычны дороги Полигонов И чтобы дать свой репортаж Порой идем на абордаж Воен ТВ Телекомпания в погонах Пусть отдыхает Голливуд Им подавай гламур уют А нам мороз срезной в окопе Это в норме Под крохотанка, пуш и гром В атаку с камерой идем На поле боя Телевидение в форме Под крохотанка, пуш и гром В атаку с камерой идем На поле боя Телевидение в форме Пусть отдыхает Голливуд Им подавай гламур уют А нам мороз срезной в окопе Это в норме Под крохотанка, пуш и гром В атаку с камерой идем На поле боя Телевидение в форме Под крохотанка, пуш и гром В атаку с камерой идем На поле боя Телевидение в форме Телевидение в форме Телевидение в форме Спасибо. 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 Показалось вообще, не думалось, что это будет куда-то на широкую публику выходить. Это было для своего круга, и имелось в виду, что если с гитарою застанут, значит это где-то мы посидели, где-то мы употребили. А Иран, значит, страна с сухим законом. И вот в этом плане. Ну и там было, конечно, много таких преувеличений, шуточных для своего круга. Поэтому я понял, что надо быть гораздо более ответственным на что-то сочинять. Я в первый раз попал в раны, Кручу башкою, как барана. Куда ни глянь, тут всюду новые ворота. У них совсем не как у нас, И все, что вижу я сейчас, Я запишу, чтоб не забыть потом чего-то. Я с непривычкой между дел Сначала просто обалдел. Впервые в жизни, в настоящей, за границей. У них совсем другой расклад, У них совсем другой уклад. У них язык совсем другой, и даже лица. У них и год совсем другой, И месяц в осени такой. У них тут в пятницу зачем-то воскресенье. И непривычно, что вообще Нигде не встретишь алкашей. И правил нет у их дорожного движения. И нет разбитых фонарей, Разбитых в окон и дверей. Живут так скучно, и никто им не поможет. У нас бы сейчас шары залил, И сам себя развеселил. И берегись потом, товарищи, кто может. Тут не нужны зимой пимы, И бабы, то есть ханумы. Все как монашки в черном, Бабки и девчонки. И жалко мне без дураков, А барьеров мужиков. Здесь с минюками, однако, напряженка. Исламский фундаментализм, Фундаментальный исламизм. Здесь ждут, пожалуй, Даже более марксизма. Но так как водку пить нельзя, Порой встречаются друзья, Которым им очень грустно без социализма. Я не алкаш, и для меня Не пить четыре слишком дня Совсем не трудно, Я терплю, читаю книжки. Но так, чтобы не пить совсем, То тут, конечно, скажут все, Элимам, но только это будет слишком. И непонятно стало мне, Как в этой странной стороне Наш самолет в России созданный летает. Да тут же все наоборот, И пишут сзади наперед, И, между прочим, точно так же и читаю. Я езжу только на такси, Хотя, конечно, пока что На фальсине в аниме, Но это ничего не значит. Ведь объяснил мне друг Толян, Для этих персов мусульман. Теперь ты, мистер, понял, А не хрен собачи. Я понял, мистер, а не хрен, Но сразу столько перемен, Что на душе тоскливо было и тревожно. Потом, когда озноб прошел, Я все же к выводу пришел, Что жизнь здесь можно, Нужно только осторожно. Под одеялом водку пью, И песни шепотом пою, Ведь если вдруг меня с гитарою застанут, То халабан, не халабан, Не долго угодить в зентан. А там, глядишь, еще Коран учить застали. А мне зачем учить Коран? Я ни мигди, ни имран. И у меня мушкелей Без того хватает. Не нужно мне второй жены, Ждут папку дома пацаны, А их Коран еще и сало запрещает. Не нужно мне второй жены, Ждут папку дома пацаны, Опять же, как прожить без сала, я не знаю. Для расшифровки. Халабан — это летчик на фарси. Мушкели — проблемы. Что там еще? Зиндам тюрьма. Поскольку страна с сухим законом. Но, тем не менее, на второй день пребывания там, В гостях у местного апоригена, скажем так, Мой друг Толя меня туда к нему привел. Мы очень хорошо там посидели, Но очень хорошо. Особенно он. И вот он, кстати, он был сын, Не то что репрессированный, По-другому, но его родители были как раз последователями Вот этого учения Маркса, И он тоже. И вот они испытывали эти притеснения, А вот мы когда посидели так хорошо, Он так говорит, Ну вот, ну скажите, Ну социализм — это же хорошо. Ну почему вот? Что вам не нравится-то в нем? Зачем вы устроили себя? Вот тогда были 90-е годы, да? То есть перестройка все. Ну хорошо же, вот все там равны у всех. Ну, ничего было как-то ему даже отразить. Ну вот. А поскольку я на самом деле был действительно Первый раз в Иране, Первая моя была за границей, Следующая письма на эту тему. Как-то меня туда послали, Куда не гнал в Макарте лят, Все дома так переживали. Ведь не в Луневку, а в Машкаты Сам я тоже сомневался. Ведь это все не на два дня, И я бы, может, отказался. Была квартира у меня, Но вот, покинув папу с мамой, Детей оставив на жену, Я двинул в сторону Ирана В совсем чужую мне страну. И очутился я в Машкале, Узором отеля Тургабе, Где горы спереди и сзади. Но, в общем, ничего себе, Здесь проживают халабаны Из разных русских городов. Они летают по Ирану, Где не пасет макар коров, Здесь непочатый край работы. По перевозке мусульман, Я дома был простым пилотом, Теперь я тоже халабан. Как даже вдруг часы досуга Нам выпадают невзначай. Мы ходим в гости все друг к другу, И берем, конечно, только чай, Здесь нет спиртного в магазинах. На женщин можно лишь глядеть, Легко забыть, что ты мужчина, И очень трудно похудеть. Но, в общем, здесь совсем не страшно, И не кусается никто, И хоть скучаем по-домашнему, Но все окупится потом, Дела у нас не так уж плохи. И нет причины горевать, Да вы спросите хоть у Лехи, И Леха мне не даст соврать. И Леха мне не даст соврать. И Леха мне не даст соврать. Леха мне не дал соврать, Он сейчас сидит в этом зале, Мы с ним две командировки, Жили в Альтонатике. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, конечно, Потому что он тогда был, Сейчас он был уважаемый, Ну, он тогда был уважаемый человек, Он просто, Ну, ладно, Я думаю, он не имеется. Ну, да, на самом деле, Вот командировки-то были в 90-е годы, Когда проблемы были с деньгами, С зарплатами, И геранскими командировками были, Значит, Такая реальная возможность Заработать на квартиру, Там как-то еще что-то, У каждого была своя программа. И на эту тему как раз Следующая песня. Мало того, что зарабатывали деньги, Еще и везли из Ирана Всевозможные там сантехнику, Мебель, там фарфор, Фарфор, говорит, кафель, То есть у нас тогда ничего не было. Если кто сюда приехал От тоски и ради смеха, То, признаюсь откровенно, Это был совсем не я. Если честно, между нами Все мы едем за деньгами, Хоть у каждого программа Исключительно своя. Салям, Хадапис, значит, Здравствуй, до свидания. То в захиданиях, то в ободаниях, И жизнь похожа на полетное задание, И всех хадапису готовятся заранее. Здесь спокойная работа И проблем совсем немного, Здесь морально отдыхаешь От дорог и дураков, И экзотики хватает, Только все надоедает, И смотаться на побывку Каждый здесь всегда готов. Салям, Хадапис, значит, Здравствуй, до свидания. То в захиданиях, то в ободаниях, И жизнь похожа на полетное задание, И всех к Хадапису готовятся заранее. Мы летаем по Ширазам, Тегеранам и Ахвазам, Зарабатываем баксы, Нету времени скучать, А в далекую Россию Мы увозим унитазы, Чтобы дома об Иране Никогда не забывать. Салям, Хадапис, значит, Здравствуй, до свидания. То в захиданиях, то в ободаниях, И жизнь похожа на полетное задание, И всех к Хадапису готовятся заранее. Салям, Хадапис, значит, Здравствуй, до свидания. То в захиданиях, то в ободаниях, И жизнь похожа на полетное задание, И всех к Хадапису готовятся заранее. И всех к Хадапису готовятся заранее. Спасибо. Командировка в этих иранских Было много групп с разных городов. Братска, Читы, Новосибирка. Они постоянно менялись. Там встречались люди, Которые когда-то вместе учились. Там люди знакомились в первый раз, И эта дружба потом продолжалась На послеиранские время. В общем, хорошее время. Приятно вспоминать. И очень там красиво, конечно. Там высокие горы, Белоснежные вершины. В стране, где все есть, Но на всех не хватает, В исламик, репаблик, Иран. Там в небе воздушном полеты летает Иран и Эрдур Халабан. Там в небе воздушном полеты летает Иран и Эрдур Халабан. Он родом из Омска и Новосибирска, Челябинский он из Братчан. От дома родного уехал не близко Иран и Эрдур Халабан. От дома родного уехал не близко Иран и Эрдур Халабан. Он разный по возрасту и по натуре. Он трезв, если только не пьян. Без вредных привычек, но пьет он и курит Иран и Эрдур Халабан. Без вредных привычек, но пьет он и курит Иран и Эрдур Халабан. Зовут его Петя, а может быть Вася, Андрей и, конечно, Иван. За доллары он поработать согласен Иран и Эрдур Халабан. За доллары он поработать согласен Иран и Эрдур Халабан. Он разный на внешность и разный по сути. Он трезв, если он очень спокойный и буян. Без отдыха может работать по суткам Иран и Эрдур Халабан. Без отдыха может работать по суткам Иран и Эрдур Халабан. А дома его ждут жена и детишки, Отец, мать, сестра и братан. И думают, что заработался слишком Иран и Эрдур Халабан. И думают, ты заработался слишком Иран и Эрдур Халабан. Мы выполняли рейсы из Ирана на Джиду. Это мы возили паломников, джидуи, джиды Там 40 километров до Мекки. Они шли пешком и осуществляли хадж. Пересовершали правильно сказать хаджи. После чего они получали почетное звание хаджа И пользовались таким огромным уважением. Часто целое селение какое-то специально копило деньги Для одного человека, чтобы тот Ну или нескольких там особо уважаемых избранных Которые могли совершить этот хадж. Вот на эту тему две песни. Вот мы когда прилетали туда В Джиду, в Саводовскую Арафию Там еще Мне вот пришла строчка в голову И светит надо мной в черном небе незнакомая звезда. Я когда приехал, дома спел У меня сын старший учился туда К классе шестом, наверное Он мне сразу говорит Пап, а что там эта джида? Она что в другом погушарии? Потому что в нашем полушарии звезды все одни и те же А в соответственном южном Ну вот молодец Пришлось строчку переделывать И светит в небе темный фиолет Вам какая-то звезда Ну это так Это чтобы что-то говорить Чем что-то рассказывать В Саводовской арали Под Новый год не холодно совсем В Саводовской арали Под Новый год в тени Плюс двадцать семь А дома у меня сейчас все минус двадцать семь в тени На елках зажигают новогодние огни А дома запужило, замело А дома все снегами занесло Трещат морозы, молчат березы И все белым и все белым И все белым белым В Саводовской арали Совсем в другое время Новый год И не похож на Толмачева Кинг Абдулазис Аэропорт Про снег и про морозы Здесь похоже не слыхали никогда И светит в небе темно-фиолетовым Какая-то звезда А дома запужило, замело А дома все снегами занесло Трещат морозы, молчат березы И все белым белым А дома, дома дети и жена А дома ждут, когда придет весна И все вернется, и жизнь начнется Очнется ото сна В Саводовской арали Под Новый год не холодно совсем В Саводовской арали Под Новый год в тени Плюс двадцать семь А дома у меня сейчас Все минус двадцать семь в тени На елках зажигают Новогодние огни На елках зажигают Новогодние огни Надо опять отдать должное Хотя в Иране это Новый год Совсем другое время И там другие у них правила Отмечания в марте Это там связано с аквариумными Золотыми рыбками Но тем не менее у нас на Новый год Обязательно на 31 декабря Первый января Это елка украшенная Это значит Ну какие-то там тортики То есть всем экипажем От администрации, от гостиницы Очень теплая машина Ну тем не менее все равно По дому бы скучали Хоть там и было очень хорошо Я не знал о том, что можно заскучать По мелочам, обыкновенным мелочам По тем, что прежде никогда не замечал А вот сегодня от чего-то заскучал Я заскучал по скрипу снега под ногой По дыму в небе над соседской трубой И по стеклу окна в узоре ледяной И по теплу, когда с мороза входишь в дом Я заскучал по ожиданию весны Еще по шорохам, что в комнате слышны Когда порой мне не спится по ночам Я заскучал сегодня, крепко заскучал А в Машкаде теплый дождь в январе А потом вдруг мокрый снег не стало Все засыпал и отложен наш рейс И, скорее всего, отменят его А я опять сегодня видел во сне Пацанов своих и старый наш дом Ну и, конечно, заскучал по жене Это, видимо, иранский синдром Я потом, когда приеду домой Расскажу тебе, как жили мы тут Про персидский, про залив голубой Про сори, где апельсин растут Фотографии тебе покажу Где Машкад и наш отель Тургабе И про многое еще расскажу Если будет интересно тебе И про многое еще расскажу И знаю, будет интересно тебе Еще одна песня На тему там хаджа То есть, когда собирались Выполняли хадж И люди ехали в аэропорт Провожали тех, кто отправлялся туда Это совершенно такое фантастическое Несколько даже пугающее зрелище Там машины просто запружены народом Демонстрации Даже на стойке Песни под крылом На стойке шасси Там резали барана Свежая кровь Это у них обычай Это обязательно И потом, когда в джиду прилетаешь Там три полосы И летит один самолет Второй самолет Мы слышим даже Голд Турбин Самолеты вместимостью По 200-300 человек Полные паломников Мне штурман Говорит Хочешь, говорит Увидеть целый самолет Стариков Хаттабыч Говорит Выйди в салон Они там все Челметом Хаджи было вообще два Большой и малой То есть по весне Они там сдвигаются Еще по времени А во время малого Иногда особо Предприимчивые люди Совмещали полезное С еще более полезным То есть Они выполняли хаши Там Еще закупали Кое-какую аппаратуру Для того, чтобы По их магазинам Реализовать Все рассказал Теперь Павел Песня называется Парвас Джеден То есть перевод Парвас это Рейс на Джеде Соответственно Джеда Рейс на Джеду Немножко там Не Парвас Парвас Но ради Красного Слодца Пришлось изменить Нам в марте и апреле Не поболеть похмелье И будет киснуть зелье Но то не наша плашь Нам в марте и апреле Почти не до веселья Ведь как лосось на нерест Павломник прет на хадж Парвас Джеде Зачитанный Коран И под крылом Зарезанный баран Парвас Джеде Ликует весь Иран И нам пора И валят косяками На Джеду и крафты И может был неправ Ты усмешку затаив Когда летишь на Джеду Не упускай из виду Что там такой персидский По трассе есть залив Парвас Джеде Сарий и Тегеран Парвас Джеде Ах вас Абадан Парвас Джеде Мечта всех мусульман Из разных стран Затарившись товаром Чтоб дома сдать с наваром Чтоб хаш прошел Недаром летят Они назад Цветами их встречают Целуют и качают Хаджами величают Почти богатворят Парвас Джеде Особая статья Алекумас Салам Саудия И не забудет Кто летал хоть раз Жеде Парвас Почти не вынимая Себя из самолета На время забываем Про прочие дела И только успеваем Просольные пота Стирать свои сорочки И бренные тела Парвас Джеде Горячая пора Парвас Джеде С утра и до утра Парвас Джеде Сегодня и вчера И завтра Парвас Джеде Зачитанный Коран И по крылу Зарезанный баран Парвас Джеде Ликует рейсеран И нам пора Ну и Наверное На эту тему И в этом была И заключительная песня Опять же Называется Ты помнишь Алеша Опять же Обращена К Алеше С которым мы Работали вместе Мы и жили в одной комнате И летали в одном экипаже Вот И до сих пор У нас с ним Очень хорошие отношения Он очень хороший друг Я ему благодарен За Очень многое Что он для меня сделал Ну и просто за то Что С ним приятно общаться За то что За то что мы друзья Ты помнишь Алеша Как в небе Иранщины Ковали мы Скромный валютный запас Как кат Тигранщины Да А подальщины Летали с тобой Мы количество раз Летали большое Количество раз И было немало Сперва Непривычного Для наших Различных Видевших глаз Но все экзотичное И необычное Давно уже стало Привычным для нас Давно уже стало Привычным для нас Ислам Иранщина Это Тебе не Смоленщина Не нужно Усилий Чтоб это Понять О том Как любили нас Местные Женщины Увы Никогда Нам с тобой Не узнать Хотя Интересно Чего Там Скрывать Смертельным Грехам По Исламу Причислено С неверными Связь Но и Богу Не раз С улыбкой Такой Шаловливо Двусмысленно И смотрели на нас Мисс Агдас И Маханас Смотрели на нас И Агдас И Маханас А мы Изнывая От непланомерности Коротких Побывок Далеким Родным Служили Примером Супружеской Верности Исправно Скучая По жопам Своим Исправно Скучая По жопам Своим Мы много Работали И отдыхали Нам есть Чего Вспомнить О чем Промолчать Не раз Собрезание Мы испытали Когда Приходили Деньгу Получать Странное Мусульманское Что Тут Сказать Но Тот Кто Не мог Спать Измучено Вопросом А где Вы Еще Бы У нас Отхватить Прости Нам Ведь Мы С тобой Не Из Бундосов А Может Быть Просто Им Не На Что Жить Кто Знает Быть Может И Мне На Что Жить Зато Зато Припомним С тобой И Не Раз Еще Про Раш Тегеран И Про Бандарабас Ты Помнишь Алешину Как В небе Ранщины Ковали Скромный Валютный Запас Ковали Скромный Валютный Запас Бурунгах Халы Поймут Халабан Порвас Дыш Нас Бандарабас Тегеран Ширас Это Как будто бык По фарси Говорит Спасибо Это Она Вас Немножко Замучила Ран Ну Все Словище Николай Несен Я думаю Мы вообще Немножко Замучили Но У нас Скоро Уже Перекор Вот Вадим Говорит Что Его Просили Больше Авиационных Песен Петь Меня Насчет Авиационных Вообще Как-то Априори Ничего Не Говорят Наверное Предполагается Что Я Их Пою А Тут Просили Какую Немножко Лирику Попеть Там И так Далее То Ну Она Тоже Предполагается Хотя Сегодня Для меня Много Неожиданностей Ну Много Что Просят Учитывая Что Есть люди К примеру Сахалина Ну Вот Обещал В один Лучше Свистить Поэтому Лучше Голос Не Получается Свистить Если Только В студии Очень Постараться Кстати Посмотрел На Амбрагариту Помню Что Она Хорошо Свистит И Когда Мы Играли Она Свистела Я Дам Пару Урок Хорошо Она Еще и Летает Хорошо Я Родным Аэрофлотом Словно Глобус Крутану Серебрин С дым Самолетом Треть Планеты Обогнул Меж закатом И рассветом Сон Придет Едва Едва Время В воздухе При этом Вдруг умножится На два Подсменю Большой На малый Сам Себе Теперь Пилот Пусть С дороги Я усталый Только Хочется В полет Привязался Запускаюсь И мотор Жужит Пчелой Я По жизни Все Болтаюсь Между Небом И землей Я кружу Над Сахалином Я брожу По облакам Снизу Мишки За малиной Ходят К ягодным Местам Южным Хочется Соседям Часть Земли Себе Отнять Но не хочется Медведям Флаг Над островом Минять Где-то рядом Вся планета Начинает Новый день Красота На крае света Где слегка Все на бекрень Здесь лягушка Как-то строго Смотрит с горной Вышины И железная Дорога Очень странной Ширины Крабы Рыбы И кальмары Бросит Кучу важных Дел К нам Спешат Пивные Бары Океаны Надоел Словно Море Это небо Я в полете Им дышу Без него Мне как Без хлеба Я на землю Не спешу Я кружу Над сахалином Я брожу По облакам Снизу Мишки За малиной Ходят К ягодным Местам Южным Хочется Соседям Часть земли Себе Отнять Но не хочется Медведям Флаг Над островом Минять В скалах Сопках Как в доспехах Остров Высится Горой Здесь Когда-то Доктор Чехов Катаржан Лечил Порой Люди Здесь В суровом Крае Не боятся Людых Вьюг И Когда-то Самураев Здесь Отбросили На юг Одинокий Этот Остров Кто-то Скажет Как Острог Он На глобусе Полоской Всему Кажет Где Восток Без Него Земля Родная Как Гитара Без Струны Для России Он Не С Краю Здесь Начало Всей Страны Я Кружу Над Соколином Я Вражу По Облакам Снизу Мишки За Малиной Ходят Ягодным Местам Южным Хочется Соседям Часть Земли Спе Отнять Но Не Хочется Медведям Булак Над Островом Менять На Кружу Над Сахалином Я Вражу По Облакам Снизу Мишки За Малиной Ходят К Ягодным Местам Южным Хочется Соседям Часть Земли Себе Отнять Но Не Хочется Медведям Флаг Над Островом Менять Спасибо Ну Вот Возвращаясь Опять же К тому Что Иногда Начинаешь Кроить По Своему Программу Вот Сахалин К пример Совершенно Неожиданно Люди Приехали Из Питера Моего Любимого Не планировал Я опять Эту песню Но Я попробую Крайне Редко Ее Пою Потому Что Написать Про Питер Это Ну Лично Для Меня Я считаю Себя Человеком Этого Города У меня Мама Блокадница Коренная Ленинградка Я там Заканчивал Своё Высшее Военное Учебное Заведение И Про этот город Написал Пушкин К примеру Или там Современные авторы Мне очень нравится И Шевчука Газманова Митяя Очень Ну Александр Яковлевич Розенбаума Там вообще Целый пласт Поэтому я Просто Всегда боялся Этой темы И даже Когда что-то написал Там оно у меня И оставалось Ну ладно Попробую Белое море небес Белое море небес Выйду Выйду На улицу В ночь Набережные пусты Грусть И сомнение Прочь И разорвались Мосты Белая ночь Над него И опустилась Видно Когда-то Жемчужина Мира Белой вороной От стаи Отбилась И улетела На север Пальмира Красный Копченый Кирпич Самой известной Тюрьмы Помнит Бывал Здесь Ильич Это Не помним Лишь Мы Он Теперь Рядом Стоит Камнем На броневике Годы За нами Слетит Держим Ликурс По руке Белая Ночь Над него И опустилась Видно Когда-то Жемчужина Мира Белой вороной От стаи Отбилась И улетела На север Пальмира Невский Суровый Гранит Сколько За жизнь Повитал Кровь Революции Храни От наводнений Устал Город Любимый Во сне Ночь Словно Сумрачный День И где-то Кажется Мне Бродит Здесь Бродского Тень Белая Ночь Над него И опустилась Видно Когда-то Жемчужина Мира Белая Вороная От стаи Отбилась И улетела На север Пальмира И улетела В整 Более Спасибо floral Я иногда думаю Вот Вспоминаю И это время Когда мы учились Действительно Вот Там Про тюрьму Это Кресты Знаменитая тюрьма почему-то она была прямо напротив нашего училища. То есть у нас набережная Робиспира, и с той стороны я все время думал, в чем же здесь какой-то, наверное, сакральный знак. И действительно Ленин около финляндского вокзала, финляндский вокзал чуть-чуть левее этой тюрьмы, и он там, Ильич, на броневике. Как у нас на экзамене один товарищ по научному коммунизму сказал, в апреле 1917 года Владимир Ильич Ленин прибыл на паровозе в Санкт-Петербург, где выступил броненосца Потемкин. Чем вызвал гомерический смех преподавателя. Кстати, Ленин тут был подвергнут нападению несколько лет назад. Ну, вроде бы, многие слышали, наверное, в этом новостях было. Бомбу там заложили каким-то образом. Не знаю, в советское время это было бы вряд ли возможно, или бы кого-то расстреляли, если бы поймали. Я приезжал и видел это дело. Потрясающе просто. То есть ощущение было, что толстая торпеда попала в попу Владимиру Ильичу и там спереди вышла. То есть дыра такая сквозная, через нее видно финляндский вокзал. Такое интересное заеще. Вот, ну ладно. Не уходя пока от лирики, весна, в конце концов, вот чувствуется, наступает или наступила все-таки. Как никогда капризом март, с утра капелька, ночи метель, рисует странную пастель, весна совсем не знает карт. На географию весней, на гидромет ей наплевать, ведь все дозволено весне с ума сводить, повелевать. Смотрю я в небо по утрам, Жду, как госпортиз с югов, А зло на рту с доскин ветрам, Вернуться к шуму городов. Смотрю на солнце в облаках, И как рассвета жду весны, Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. Не мистер Марта, словно мисс, Слезами с крыши роняет снег, И каждый день опять каприз, И от весны к зиме побег. И мне без видимых причин Куда-то хочется бежать, Душа размером, как аршин, Ее в груди не удержать. Смотрю я в небо по утрам, И жду, как госпортиз с югов, А зло на рту с доскин ветрам, Вернуться к шуму городов. Смотрю на солнце в облаках, И как рассвета жду весны, Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. А вспять вращение земли, Не отвернуть и не прервать, Я убегаю от зимы, Как школьник девочку встречать. Встречать весну который год, А ночь ко мне придет сама, И пусть не мартовский окот, Но каждый год схожу с ума. Смотрю я в небо по утрам, И жду, как госпортиз с югов, А зло на рту с доскин ветрам, Вернуться к шуму городов. Смотрю на солнце в облаках, И как рассвета жду весны, Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. Я даже ночью сплю в очках, В них лучше видно сны. В них лучше видно сны. Спасибо. Пошли так немножко по временам года. Кстати, завтра здесь выступает Вероника Долина, Известная, не то что известная, Достаточно знаковая фигура Для авторской песни. Это не Лариса Долина, А Вероника Долина. Некоторые путают. Я что-то все время вспоминаю, В 1989 году я еще лейтенантом Приехал на региональный фестиваль Авторской песни, Отбор по всесоюзному, Советскому Союзу. Она сидела в жюри, Дулов там был, Мирзаян, Ну такие гранды авторской песни. Это был 1989 год, Только вывели войска из Афганистана, Тут гласность и так далее. Было очень модно поливать грязью На все, что делали наши люди, Как воевали, там и помогали. И, в общем-то, подвиги совершали. И в то же время много пела на эту тему. Я помню, что вышел какой-то мальчик, А там мастерские, То есть выступаешь, Тебя потом обсуждают, Задают вопросы, Критикуют, естественно, Ритма не такая или еще что-то. И вот помню, Парнишка спел там что-то про Афганистан, А Долина такая, Ну это не в пику ей, конечно, Что завтра она тут выйдет. Но тем не менее, Мы с этой темой боремся. Ну и я как тут попугай, Но я и здесь молчать не буду. Я, значит, как скажу, Как там? Вы что? Это Афганистан, Святое там, Тра-ля-ля. В общем, она на меня глаз положила, Запомнила. И когда я на следующий день Пришел петь песню на мастерскую, Ну там, Наехала на меня По ряду вопросов. А пел я совершенно не военную песню, На удивление. Дом барабанит дождь по крышам, Мечтает стоять морями в лужи, И воду всю на землю выжит, По небу тучи ветер кружит. Темно за окнами ненастье, А мне здесь светится полсто герца, Не дождь, петель, печаль, Все смыть сердце, И значит, он сегодня К счастью. Осень, И небо нынче цвета стали, Деревья от листвы устали, И в эмиграции все птицы. Восемь, Все восемь дней в неделю слякать, И небо продолжает плакать, А мне весна ночами снится. По паркам ветер листья носит, Неделя тянуться резиной, И перес голодный булку просит, Когда иду из магазина. Его так сию жила погода, Он, как и я, Продрог жестоко, И как ему мне одиноко, Видать, такое время года. Осень, И небо нынче цвета стали, Деревья от листвы устали, И в эмиграции все птицы. Восемь, Все восемь дней в неделю слякать, И небо продолжает плакать, А мне весна ночами снится. Дождя в невинном нынче краю, Мечтают стать морями лужи, А я по-прежнему мечтаю В душе избавиться от стужи, А я мечтаю улыбнуться, И может даже рассмеяться, Не превратиться ближе, В паяцах, Мечтаю я к себе В паяцах, Осень, И небо нынче цвета стали, Деревья от листвы устали, И в эмиграции все птицы. Восемь, Все восемь дней в неделю слякать, И небо продолжает плакать, А мне весна ночами снится. Спасибо. Возвращаясь к Ларисе, я спел эту песню, к удивлению для меня не было вопросов по рифмам, Там всяким вот этим филологическим нюансам, Задал два вопроса, Я говорю, А что это там светит 50 Гц? Я говорю, Вы понимаете, Тактовая частота в советских сетях, Она вот 50 Гц, А допустим в Америке она другая. Я говорю, Я это не понимаю. Я говорю, Я тоже не очень, Потому что вообще освещение меряется в люксах. Ну как-то надо было залифмовать, Как он Вадим сегодня говорил тоже. Есть вещи, Которые ему годы в рифме делаются. Второй вопрос он мне задал, Почему восемь дней в неделю слякать? В неделю вообще-то семь дней. Я почесал затылок и сказал, Знаете, Говорю, Вот почему-то пожарных не спрашивают. Есть такая поговорка, Что пожарный должен спать 25 часов в сутки. Не спрашивают, Почему? Она говорит, Вот ведь выкрутился. Да, Мы так мило с ним остались. Ладно, Ну еще, Мы все по временам года. Осень, Вечер, Ветер, Тучи, В доме свет опять заключены, Луны, Айзев, Шелучек, Рука светит сквозь ветра, Одиноко, Хмуро, Скучно, А до души упрятан ключик, И с собой мир заключен. Ненадолго до утра мой мирок размером с пухню, Газ под кофе не потухнет, Где-то гром печально бухнет, Видно тоже одинок. Строго тикает в будильник, Сам себе с обутыней, Поживет, Моргнув светильник, И раздастся в двери слонок. Ночь, Такое время года, Что не глядя на погоду, Гости в дом ко мне приходят, И прозрачную не воду, А в душе моих восходу, То ли кома, То ли года, Ночь, Такое время года, Ночь, Такое время года. Рюмки, водка, сигареты, Хлеб, Холодные котлеты, И сердца у нас согреты, То ли душной, То ли стюдной, Но душа моя раздета, И летает в небе, Где-то рвется в сторону рассвета, Только там туман и дым. Я, наверное, спел сто песен, Раз уж мы сегодня вместе, Вряд ли нам грустить уместно. Я пою, И каждый слышит, То, что он хотел услышать, Но стучат соседи, Слышит батарею, Чтобы тише. Ночь пройдет, Рассвет все спишет, Ночь, Такое время года, Что не глядя на погоду, В гости дом ко мне приходит, В прозрачную не воду, А в душе моей восходу, То ли кома, То ли года, Ночь, Такое время года, Прозвенел давно будильник, Опустил мой холодильник, В горы будто бы напильник, Мне не скоро петь, Теперь солнце, Видно, Встать забыло, И сжимая боль затылок, Строй осушенных бутылок, И уже закрыта дверь осенью, Вечер, Ветер, Тучи в доме, Свет опять отключен, И луны, Изявший лучик, Ровко светит сквозь ветра, Одиноко, Хмуро, Скучно, А на душе упрятан ключик, И с собой мир заключен, Минут долго до утра, Ночь, Такое время года, Что не глядя на погоду, Гости в дом ко мне приходят, Пьют прозрачную неводу, В душе моей к восходу, Толли кома, Толли кода, Ночь, Такое время года, Ночь, Такое время года, Ночь, Такое время года, Что не глядя на погоду, Гости в дом ко мне приходят, Пьют прозрачную неводу, В душе моей к восходу, Толли кома, Толли кода, Ночь, такое время года, ночь, такое время года.